Винсент Килпастор Школа стукачей Глава 2 Промка Любое массовое передвижение зэков больше чем на 100 метров называется звучным словом этап этап это просто путешествие на воле я очень любил путешествовать перед каждой поездкой испытывал радостное волнение предвкушение новых впечатлений свежесть новизны но как правило это сопровождается еще и ложкой паранойи я почти всецело уверен что непременно опоздаю на самолет или поезд чемодан мой перепутает свой рейс и я обязательно начну звенеть в зоне спецконтроля а так как летал я обычно с небольшим количеством дуртровы для собственных нужд разумеется звенеть в аэропорту было смертельно опасно в зазеркальной тюремной системе все с точностью да наоборот как в зеркале я уверен что Льюис Кэррол тоже имел проблемы с правосудием отсюда и Алиса в зазеркале перечитайте ее когда вас посадят оцените глубину когда выглядываешь из решетки в мир нормальных людей реальность выглядит отражением вот выгляни в щелку в стене несущегося по улице воронка и увидишь как люди идут и едут по своим делам а ты чувствуешь что до них очень далеко несмотря на видимую близость вот протяни руку и достанешь но ох как не скоро ты сможешь влиться в их поток ох как не скоро зазеркалье в зазеркальной системе всегда все наоборот там во время путешествий ты почти не волнуешься зато от волнения сходит с ума вся охрана менты снуют туда-сюда постоянно вас пересчитывают сбиваются орут друг на друга на разных тюркских наречиях и грозно размахивают дубинками казаки в плену мамилюков неизвестный акварель с философской иронией ты сидишь на корточках и наблюдаешь за всем этим сумасшествием с высоты собачьего роста теперь я понимаю природу иронии кошек и собак в отношении людей снизу это выглядит настолько нелепо что совершенно подмывает концепцию овенцетворения безумное и трусливое стадо бесхвостых обезьян узурпировавшее мир в зазеркале, как я вам уже говорил путешествие именуется громким словом этап этап этакое многозначительное и высокопарное слово так что просто стыдно волноваться по пустякам например, что твой воронок уедет без тебя или вовремя не подадут конвой слово этап просит себе высокую пару этап жизни этап истории этап развития увы, теперь это вызывает у меня только одну ассоциацию с собакой, менты, узбекский язык жизненный опыт сузил и поменял некоторые размытые до этого дефиниции говоря о словарном запасе языка грех не отметить, что в солнцеподобную эпоху правления президента Каримова в языки тюркских племен прочно вошли три слова Сникерс, этап и Столыпин в каждой узбекской семье безоговорочно полюбили Сникерс а один из членов обязательно либо путешествовал по этапу либо лично конвоировал путешественников в Столыпине конечно, не в каждой узбекской семье знают, что Петр Аркадьевич Столыпин это фамилия царского премьер-министра большинство простых узбеков заблуждаются наивно полагая, что Столыпин это просто тип вагона железной дороги как, например, плацкартный или почтовый вагоны для транспортировки языка это маленький сувенир человечества от Столыпина а единственное, что добавил к занятной штуковине доктор экономических наук Каримов максимальную загрузку на квадратный метр полезной площади благослови его, милосердный Аллах все равно, он гуманней, этот человечный человек ведь злобный Сталин просто возил людей в теплушках так что нас в обычном шестиместном купе сейчас едет всего лишь навсего 27 человек хорошо еще, что всем выходить на одной остановке мое тело просто вынесут в остальном, все как в нормальном поезде стук колес, запах шпал приятное ощущение, что полка под тобой все время находится в движении в доме без уничтожения беби, wants a diamond ring i can't afford that diamond no more baby, wants a diamond ring вместо проводников, правда, солдаты солдаты, похожие на афганскую армию на джибулы Худые дети в форме нового, несуразного дизайна. Поэтому вместо положенного железнодорожного чая у наших проводников – опиум и гашиш. Так что, уверен, Столыпин вам понравится. Опытные зэки обожают этапы в Столыпине. Анархия – абсолютный паралич системы. С одной стороны, зэки – в основном и социальная прослойка. С другой стороны – солдаты нищей страны, которые сами завтра окажутся на скамье подсудимых. Загнанная в Столыпины страна быстро адаптируется к новым реалиям. Однако я еду этапом в первый раз и не участвую в событиях, а в основном наблюдаю. Неизвестность перед зоной не дает мне расслабиться. Как оно там все сложится? Страшно и представить. Мой багаж – это срок 8 лет усиленного режима. А что такое усиленный режим? Чем он отличается от общего или строгого? Не думаю, что это режим питания. 8 лет. А вдруг я заболею туберкулезом? Ох, я, кажется, начинаю каяться в содеянном. Соседей моих, однако, похоже, беспокоит совершенно другая проблема. Им не дает покоя вопрос, кто же такой едет двух купе от нас? Важный и богатый до безобразия. Нас здесь вон сколько? 27, правильно? А он втроем с матерью и сестрой купил свиданку. Некоторые утверждают, что это вор в законе. Едет на разборку в зону. Большинство же склоняется, что это просто богатый маслопуп. Или, как транслирует этот жарганизм русской зоны осужденные узбеки, маслопут. Маслокрадами и маслопупами величают осужденных за хозяйственные преступления или просто богатеньких. Деньги в Зазеркалии – огромная сила, брат. Зазеркальная страна меньше, чем реальный мир. Сила денег там практически не ограничена. Поэтому стороны заключают серьезные денежные пари. Ставки принимаются от 100 узбекских рублей и выше. За полтинник на разведку отправлен младший сержант внутренних войск Республики Узбекистан. Он и расставляет точки над «и». Это не вор в законе. Это обиженный. Просто неприлично богатый, по мнению сержанта. Хоть с деньгами я педераст, удовлетворенно думаю я. И богатые тоже плачут. Я засыпаю с легким сердцем. Всегда радуюсь, что у кого-то положение еще хуже, чем твое собственное. Кто бы тогда мог предположить, что петух в соседнем купе был никто иной, как мой давишний знакомец, приговоренный к вышаку солист узбекского балета Алишер. Переход из жилой зоны на промку, каких-то метров 200 – это тоже этап. Тут уже совсем другая жизнь. За границей. В зоне сейчас 4000 душ. Из них на промку выходят всего 900. Выездные. Несклонные к побегу. Счастливчики. Промка раз в пять больше, чем желая. Заводские цеха. Простор. Глуш. Декорации сталкера Тарковского. Или джентльменов удачи. Почти у каждого из 900 отдельный уголок, где можно вздремнуть, приготовить жратву, спокойно подрочить или написать домой письмо. Плюс отоварка в зоновском ларьке – жестокие польские сигаретки «Кракус», само название которых предупреждает о возможных последствиях в виде кракуса лёгких, и залежалое андижанское печенье «Байрам», в переводе – «праздник». А самое главное – в каждом цеху своя душевая с горячей водой, а в некоторых – парные с настоящей каменкой. Хотя можно и без каменки. Пар – важный элемент галошетворения. Он тут везде. Готовить можно без машки. На змеиных изгибах пара магистралей. Были бы продукты. А на жилой. Пропускная способность бани – человек 300 в день. Открыто три раза в неделю. Горячая вода только когда комиссия наедет из Ташкента. Поэтому у многих на жилой в трусах заводятся маленькие, но настырные бельевые вши. Особенно зимой, когда одеваешься в стиле капуста. Ещё одна черта, делающая промку похожей на заграницу – движение. Движение – это значит, на промку заходят недовольные своей зарплатой вольнонаемные рабочие. Они готовы поставить на движение родную мать. Движение – это жизнь. Основа зэковской экономики. Движение – это сигареты, чай, шматьё, наркота в обмен на калоши. Потом это всё становится элементом товара обмена на жилой. Товар, калоши, товар. Формула папского экономического чуда. Процветание на резиновом ходу. У работников промки не только нет вшей, но ещё и более сытая, обеспеченная позоновским масштабом жизнь. Галошные короли. Есть такой отдел, а как же, товарищи. Сам хозяин кабинета – Джавлон Суюнович, человек старой формации. Ему на вид лет 60-65. И сразу видно, что всю жизнь прожил в СССР, а не в том, во что всё превратилось сейчас. Он говорит по-русски без малейшего акцента, видел курскую дугу не только в кино и всегда заступится, если видит, что менты измываются над зэком. Как и всякий человек старой формации, он ворует галоши не краснее. Джавлон Суюныч появляется на посту два раза в месяц – в аванс и в получку. В остальные дни заскакивает только на 20-минутный обход. Результаты обхода – плов и невяжущий лык, как вечеру Суюныч. Зачем зэкам техника безопасности? Сдох, списали. Завтра этапом пригонят новых гангстеров. Сажательная машина инженера Каримова работает без сбоев. Сам отец нации обещал к началу нового тысячелетия показать по телевизору последнего вора в законе. Если вдуматься в семантику фразы, последний, он же и первый вор в законе, так сказать, Альфа и Омега, это сам избранный народом президент республики. Вор в законе. Отсидеть в Узбекистане сейчас – такой же почти положняк, как раньше отслужить в армии. Не сидел – значит, не мужик. Официоз всячески выдавливает из нового узбекского языка все слова, намекающие на позорные годы, прожитые в Российской империи. Узбекскими учеными-филологами подбираются слова, заменяющие чуждые термины типа «картошка» или «стиральная машинка». Но со стороны зазеркалья в узбекский язык вливается целый поток блатной русской фени, которую, правда, все чаще слышишь и с официальных российских телеканалов. Старая формация оживила языки народа в терминологии Маркса и Фейербаха. Новая формация подарила ему Феню и Бородков. Я лично расшифровываю ТБ как «тубер-кулез». Здесь в зоне его хватает. Махорка, испарение лака и жидкая баланда делают свое дело. Дочь Джавлон Суюны Чарахбарой и сын Надзор Гани по кличке Ганс тоже работают в зоне. Калиш кормит всю их семью и весь поселок. Адидас отдыхает. Зона – это градообразующее предприятие поселка Уйгурсай, галошной столицы Узбекистана. Теперь, целый день до самого съема с работы, когда я сделаю еще одну перекличку, могу делать, что хочу. Ну, то есть почти. Передвигаться по промке очень легко, здесь почти нет патрулей, а менты все заняты делом. В основном мелким хищением галош. Если в жилой при переходе из пункта А в пункт Б вас непременно остановят и обшмонают, на промке шмонать можно самих ментов. Кроме того, огромная территория создает иллюзию свободы. Жить можно. Вот накоплю деньжат, куплю через Джавлона Суюны Чамашку и все будет просто в кайф. Не хуже дельшотов там всяких, подзажгу. А пока купаться пойду. Балую себя банькой ежедневно. Хоть какая-то радость должна быть в жизни? Самая лучшая баня в мехцеху. Там можно закрыться изнутри и горланить песней Высоцкого часами, время от времени окунаясь в небольшой бетонный колодец, служащий бассейном. Атас! Все в поте лица сейчас создают или расхищают материальные блага, а я в это время парюсь. Тоже, впрочем, в поте лица. Господин нарядчик. Хозяин жизни. А за эту парную можно вытерпеть любые презрительные взгляды за спиной. Лучше презрение человеков, чем любовь в шеи бельевых. Вот еще бы хлеба, хоть пайку где выкрушить, и совсем было бы неплохо. А то до обеда-то вон еще вечность. А жрата охота. Выползаю из парной, красный как рак. Ползу в ТБ. У входа уборщик штаба. Петух по имени Лукман. Он сообщает, что у меня посетители. Лукман хоть обиженный, но при штабе. Одет с иголочки. По зоновским меркам. Морда чуть шире плеч. Не промахнешься. Старается всем быть полезен. Даже мне. И правда. Трется тут какой-то стручок около моего кабинета. Салям, кята. Кята — это по-узбекски большой. Если узбек лет на двадцать, вас старше вдруг не с хуя обращается к вам кята, это не от избытка уважения. Это что-то ему надо хвосту крученным. Пока не сбежал из Узбекистана, никогда до конца не понимал, что значит «Восток дело тонкое», Петруха. Теперь понимаю хорошо, но вот объяснить все равно затрудняюсь. Это надо почувствовать. Салам, палам. Слушаю тебя, бабай. Мой семейник по ромке не ходит. Совсем. Один день придет, баня шмайна, клада, все. Потом свиданка заходит. А я тут при чем? Пусть делает, что хочет. Благословляю. Ты кота вечер карточки поставляй. Он идет в ромке. Да. Семейник – это тот, с кем этот старик делит жратву. Почти все в зоне живут семейками по три-четыре человека. Так легче проколачивать движение. Кто во что гораст. Один швец, другой жнец. Ну а если попадет на Дуде и Грец, то тогда, извините, точно быстро в обиженку загонят. С Дудой тут не шутят. Можно сказать, хуй имеет особенное социально-политическое значение. Определяет, к какой вы относитесь к касте. Вся жизнь зоны вертится вокруг этого, если задуматься совершенно без толкового органа. Так ты, старый, хочешь, чтобы я его без списка на промку вытащил? На должностное преступление толкаешь? Ай-яй-яй-яй-яй. Я? Кота? Такой разговор не говори. Я преступлен, преступлен, бельмайман. Карточки обставляй, все. Промки выходят. Семейник. Старик лезет куда-то в недра грязного бушлата и извлекает на свет запечатанную пачку сигарет «Хан» с фильтром и стамерланом, горцующим на стройном текинце. Мана вот кета, представляй карточку Эль-Тимос. Пожалуйста, прощу, да? Старик скромно, но настойчиво пихает пачку мне в руки. Ах, вот он, источник дохода, с которого ехал Бектас. Золотая карточная жила. Я выполняю тут функцию Авира, даю визы в рай. Люди выходят на один день просто искупаться. Ха, чтобы на свидание с женой мандавошек не приволочь. Вот оно что. Так, еще четыре пачки с фильтром, и можно свою машку справить. А за пачку с фильтром запросто набор для маленького Жаркова или даже для плова куплю у ушлых поварят из одиннадцатой хозбригады. Не кисло. Расправляю плечи. Пошло дело. Главное теперь не спалиться на этой хуйне. Доля риска, безусловно, присутствует. Блэк-джек с карточками в нарядной сегодня вечером. Маленький покер. Со смертью. Элитное казино. Кто сдаст когда? Эй, а бригадир твой меня не сдаст? Эээ, бригадир-мригадир сам правильно кломан. Точно тебе говорю. Ну иди, старик. Будет тебе новый невод. А пставляешь, ката? Пставляю. По самые помидоры. Иди, иди. Работай. Ай, рахмат, ката Джон. Не боли. Ништяк. Мазёво моё дело. Только бы не подстава мусорская. Этого мой хрупкий организм не выдержит. Боюсь звездюлей до ужаса. В дверь стучат. Зык. Стучит по-зыкски. Да. В ТБ развинченной походкой, вольной одежде и с вольной же прической входит положенец промки. Андрей. Встреча с блатными, как и с ментами, не сулит ничего хорошего. Это главный блатной промзоны. Смотрящий. Какие у него ещё титулы? В ответе за промку. Во как. В ответе. Очень поэтично. Как ты, братан? Я тяну ему сразу вспотевшую ладонь. Братан. Это только вора в законе принято называть. Но блатате всегда льстит, когда их в звании повышаешь. Андрей. Не замечает мои протянутые руки. Ты что ли вместо Бека теперь? Как будто не видел меня на разводе, сучка блатная. Я, брателло, я. Кидает на стол бумажку с фамилиями. Этих двух воськов завтра с 14-й бригадой вытащишь. Андрей, братуха, 14-я это лаковарка. Там контрольно-следовая полоса уже начинается. Выебут меня за запал. А их всклонники оформят. За запал я сам и отвечу. А тебя не сегодня-завтра и так выебут. Не шугни, Шурик. Швыряется с мешком мне в морду, пачку полмал и выходит. Вот сука. Даже не просит. Инструкции выдает. Ненавижу я этих блатарей. Хотя полмал это круто, конечно. Разнервничавшись, открываю полмал. Его уж больше года не курил. Ебись, она в рот. Это машка, это работа. Один хер спалюсь. Не сегодня-завтра. Ароматный дым немного успокаивает. После полета можно курить одну за одной. Легкие сиги, как воздух. Ладно. Нахуй. Свалю-ка я из этого ТБ. А то еще десяток куркоганов сейчас придет бить челом. Вытряхаюсь из офиса и сталкиваюсь в коридоре с надзором по имени Урин. Что-то калеш воровать пошел уже. Молодец. Как раз на пузырь мне надо. Что вы, Урин Ака. У меня ревматизм. Калоши носить нельзя. А вот, смотрите. Полмал. Хотите закурить? Урин выдирает сразу штук восемь. Ну-ну. Ревматизм на колесе. А полмал уже куришь, да? Движенщик-сан. Да куда мне Урин Ака? Я нарядчик. Не движенщик. Ну-ну. Сейчас обратно пойду, сейчас я тебя полю. Полмал не возьму. Пузырь надо. Пузырь. Бля, ну вот заебали все в край. Куда погаснуть на время? Лучше вообще ни с кем не общаться, чем такое общение. И почему говорят, будто в одиночке люди начинают гнать? Ерунда. Гнать начинаешь от чудесного общения. Пойду в столовую, может, выкружу что пожрать. До обеда еще час, но поваря-то уже накрывают на столы, я знаю. Готовятся. Собравшись с духом, иду в варочный цех. Это так кухня здесь называется. В варочный цех. Святая святых. Повар Нур-Эла ковыряет в гигантском котле чем-то наподобие лодочного весла. Он весь мокрый, от стоящего здесь жара, и напоминает раба с галер. Рядом, с видом на ухо до носра, восседает сам шеф-повар Промки. Мурот. Заплывший жиром и в вольной одежде. Эй, чё лезешь сюда? Нельзя здесь без белого халата. Ходи, ходи отсюда, нарядчик. Салам, мурот. Палмал будешь? О! Мурот быстро забирает остатки моей пачки. Ты такой б все равно не куришь. Жирать будешь, нарядчик-чик? Вообще-то можно было бы. Мурот сам лезет черпаком на самое дно котла с обедом и, зачерпнув одну только картошку с мясом, с брезгливой миной тянет мне. На, кушай на здоровье. Сажусь в углу зала и с ушами погружаюсь в процесс. Не завтракал сегодня, а еще в бане попарился. Хорошо. Я не замечаю, как в столовку входит художник Промки. Мутанов. Живописец артельного жанра. Вместо положенных читоз, Мутанов ходит в еловых сапогах. Мутанов пишет плакаты типа «Выпустим больше калиш. Калиш в каждую узбекистанскую семью». И «Отец, тебя дома давно ждут. Не нарушай режим содержания». Брат Мутанов работает в спецчасти за зоной. Спецчасть – это просто название такое страшное. А так они там просто считают, кому сколько сидеть осталось и кому сколько по амнистии снять. Канцелярия, короче. Иногда ошибается и держит какого-нибудь крестьянина на пару месяцев дольше положенной даты освобождения. Компьютеров-то у них нет, а человеку свойственно ошибаться. Брат Мутанова иногда ныряет на промку и приносит все, что нужно Мутанову-младшему. Поэтому Мутанов на всех положил. Он самодостаточен, этот Мутанов. И вечно укурен. Ни разу не видел его трезвым. «Хэ, нарядчик! Ни хера себе! Баланда, что ли, жрешь?» «Ну?» «Охуеть, что ты за нарядчик непутевый!» «Баланда трескает! С такими-то возможностями!» «Ладно, оботрешься со временем, если с головой дружишь. Пойдем, пойдем в гости». С сожалению, выбрасываю остатки хаванины и иду за ним. Как и в большой жизни в зоне знакомства и связи – основа основ. Мастерская у Мутанова размером, наверное, с кабинет хозяина. Весь второй этаж над котельной. Думаю, у да Винчи и то такой мастерской не было. Машка в красном углу под описью, как положено. Кровать. Все путем, как на курорте. В углу – мольберт. Какая-то больно прилизанная копия ирисов Ван Гога. Мутанов копирует Ван Гога. Получается, мутант Ван Гога. Все похоже, мазок в мазок. А мертвые эти ирисы мутановские, мертвые. Пока я думаю о Ван Гоге в попе, мутанов приколачивает Беломорину. Пыхнешь, нарядчик? А давай. Че ж с хорошим-то человеком? Упаливаемся. Конечно, не дельшотский акпар, но тоже хорошая травка. Веселая, я бы сказал, такая дрянька. С искоркой такая, дурька. Рисуешь? Не, бог не дал. Готовишь? Ну так, кое-что могу. Мутанов высыпает из принесенного из столовой бачка картошку, мясо и лук. Херач. Волнуюсь, как на экзамене в кулинарный техникум, я все режу и делаю жарган. Школа дельшота. Бессмертные папские рецепты. Сюита для картошки с моркошкой. А ты не козел, случайно? Нарядчик. Смотрит на меня с прищуром Феликса Эдмундовича. Мол, насквозь ваше гнилое племя вижу. Да, боже упаси. Смотри. Знаешь ведь, где мой брат работает? Да. Вот. На меня стучат бесполезно. Бес-по-ле-зно. Понял? Да я и не стучусь. Чего ты взял, что я стукач? Оснований нет. Пока. Пока не стучишь. Какие твои годы? Все еще впереди, Иван. Это я тебе на будущее разжевываю. Понял? Понял. За что сидишь? Лаве свистнул. Поймали. Теперь вот сижу. Так ты к роду, нарядчик. А еще в институте учился. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. Проехали. К делу. Чем ты от меня на съеме отличаешься? Не понял. В каком смысле отличаюсь? Чем? В последней с промки выхожу. Перекличку делаю. Ну, а еще? Да я хуй его знает, что еще. Я, блядь, кроссворды не люблю. Мозгов нет. Не грузи меня, брат Мутанов. Поэтому и жрешь баланду в столовке, как чмо. Мозгов нет. Плохо. Плохо, что мозгов нет. Ладно. Не грузись. Шучу. У тебя на съеме козырные отличия от меня. Чемодан. Карточки твои тряпичные. Его на съеме никто не открывает. Груз на жилую сможешь отработать. Понимаешь? Какой груз? Серьез? Мутанов показывает шпонку с шишками. Коробка где-то четыре, не больше. Мелкий серьез. В незначительных размерах. Максимум пятнадцать суток. А мне с этого? Ужин на жилой. Отсыплю на курица. И еще обед здесь завтра. Скажем, баланде наша твердая нет. Ну, а как если в обедать я завтра уже в шизо буду, а? Не ссы. Веди себя на съеме раскованно. И нахуй ты никому не нужен. Заходишь в жилую последним. Надзоры уже почти тысячу человек ощупали. Заебались. Проскочишь на ура. Как по маслу. Не знаю. Не знаю. Запально. Съем. Пятнадцать минут делов. Хуль думать. Я тебе тут не дам пропасть. Будешь ехать, как у Христа, за пазухой. Просто, если спалят, скажи, в бане нашел. Кто-то потерял, ты нашел. Делов. Нас уже посадили, понимаешь? Че ссать-то теперь? Мне закрадывается дьявольская мысль красануть из шпонки Мутанова, увеличив таким образом прибыль от всей операции. Рискну. Зато потом недельку с бодрым настроем проведу. А может, две недели в изоляторе. Ну, а там хоть и тасплюсь по-человечески. Оптимистом надо быть. Хер с ним. Давай. Рискну. Держи и дергай отсюда. Пусть нас поменьше вместе видят. Прикольно. Повод козлам не дадим. Мы сейчас с тобой такой бизнес закрутим. Скоро Новый год. Все тарятся, кайфом будут. Закон спроса и предложения. Нарядчик. Спрятав шпонаря в носок, замирая от страха, иду в штаб промзоны. Там на втором этаже мой ТБ. Из оскуренной травы всю дорогу меня душат измены. Мне кажется, шпонка торчит из носка, и все ее видят метров за сто. У самого штаба она вдруг начинает двигаться, и все пытается выскользнуть наружу. Сука, ужас какой-то, господи. Самопроизвольные поползновения шпонки несколько искажают мою походку. Иду как с лумом в жопе. Простите за смелую метафору. Слава богу, хоть урина с его башибузуками нет. Ушли на обход. У них глаз наметанный. Полицейский глаз. Ща бы в раз на пузырь заработали. Обиженный по жизни Лукман озадаченно смотрит мне вслед. Он-то че уставился? Неужели выкупил? Пасет тут за всеми скот. Я со своим раздолбайством спалюсь в ближайшие часы. Пиздец. Пока дошел до офиса, пот с меня стек раз двадцать. Теперь дверь на замок, занавески на окна, трясущимися руками развязываю шпонку. Нехило. Выгребаю оттуда спиток добрых крупных шишманов. Это бонус. Плата за риск. Каждому по труду. Фу, ну и денек. Не знаешь, радоваться или огорчаться. До хера событий. Хотя в итоге я сыт. В кармане пачка сигарет. Планом затарен на несколько дней. Да еще и пожру вкуснячки на жилой вечером, если доберусь. Если повезет. Мое будущее на несколько дней можно считать обеспеченным. Или предрешенным. Ну и хер с ним. Не люблю плыть по течению. Сейчас или на дно утащит, или на сказочный остров вышвырнет. Просто так плавает только говно. Двигаться надо. Понимаете? Главное сейчас пройти съем. Вот это будет этап. Он покажется мне длиною в вечность. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok